Здравствуйте! Мы на старте дистанции. Самые интересные спортивные события недели в нашем традиционном обзоре. Сегодня в программе. Новый хоккейный сезон стартовал в Череповце. Мы в Череповце еще не проводили наши крупные мероприятия, а город хоккейный. В Череповце появилась женская команда по американскому футболу. Мне все нравится, нагрузка нормальная, упражнения интересные. Череповец второй на Спартакеаде городов центра и северо-запада России. Сборная Череповца заняла второе место на Спартакеаде городов центра и северо-запада России в Петрозаводске. Череповчане уступили только хозяевам. Череповчане снова подтвердили неофициальный титул самого спортивного города региона. В этом году в Петрозаводске в программе Спартакеады было 10 видов, в Череповец участвовал 8. Из необычных видов в программе на этот раз было боевое самбо, в котором предсказуемо победили петрозаводцы. Череповчане, представленные командой Дросс, тоже сражались достойно и заняли второе место. В спортивном ориентировании команду вел за собой самый титулованный череповецкий ориентировщик Андрей Ламов, но подняться выше третьего места не получилось. Рассчитывали в Череповце традиционно на боксеров и легкоатлетов. Эти и другие в итоге смогли занять вторые места, уступив главным конкурентом в командной борьбе в сборной Петрозаводска. А вот женская волейбольная команда сбоев не дает. Волейболистки молодежной северянки снова обыграли всех и заняли первое место. Очки в копилку сборной принесли и баскетболисты, которые также в призерах третье место. Петрозаводск в итоге набрал 83 балла. Череповец встал на 6 очков. На третьем месте Вологда, отставшая от череповецкой команды, в свою очередь также на 6 баллов. Станут ли воспитанники детских домов золотыми орлами? Череповецкая команда по американскому футболу, Golden Eagles, провела тренировку для ребят. Занятие прошло на стадионе футбольной школы Аист. В американский футбол в Череповце играют уже два года. Образовалось несколько команд. Тренер одной из них под названием Golden Eagles Денис Ланцов, кстати, многократный чемпион России, решил пригласить на тренировку воспитанников двух детских домов Череповца. Я сам был, можно сказать, из центра помощи семьи и детям. Занимался бесплатно в этом виде спорта. Много людей записалось в тот момент, когда я пришел. И я единственный остался. Вот я просто вспомнил, что я занимался как эти ребята из детских домов. И я решил просто сделать также открытую тренировку. И ребят, заинтересовавшихся, так же, чтобы занимались этим видом спорта. Несколько ребят пришли на занятия и сразу получили возможность потренироваться. То есть почувствовать в полной мере, что такое американский футбол. Хотя раньше об этой игре почти ничего не знали. Вообще ничего не знали. Так, с первой тренировкой, так сказать, появились какие-то навыки. Чуть слегка так. На тренировке можно было увидеть и девушек. Дело в том, что в Череповце создается и женская команда по американскому футболу. А пока девушкам еще предстоит много тренироваться, чтобы освоить не только элементы игры, но и правила. Нас сюда привела наш тренер по полуспорту. Дальше стали заниматься, продолжать, собрали команду. Ну, все нравится. Нагрузка нормальная. Упражнения интересные. У нас их около шести девушек занимается. И планируется, что будет их больше увеличиваться. И будем так же, чтобы девушки участвовали в соревнованиях, обучались во флаг футбола, можно так сказать. Между тем, по женской команде уже есть довольно серьезные планы. В феврале есть желание провести турнир по облегченной версии американского футбола в Череповце с ее участием. И пригласить еще несколько команд из других городов. Алмаз начал с поражения. Череповцу выпала честь открывать хоккейный сезон в России. В понедельник состоялся стартовый матч чемпионата молодежной хоккейной лиги. Игра с подмосковной командой «Капитан» собрала большое количество зрителей в Ледовом дворце. Российская хоккейная премьера собрала в Череповце большое количество зрителей на трибунах Ледового дворца. 3200 человек. Можно сказать, что это рекорд для домашних матч Алмаза в чемпионате МХЛ. Приехали и почетные гости. Первое символическое вбрасывание производил управляющий директор МХЛ Дмитрий Ефимов. И затем объяснил, почему выбор пал на Череповец. Мы в Череповце еще не проводили наши крупные мероприятия, а город хоккейный решили в Череповце. Я очень рад увидеть столько народа на трибунах. Это самое главное. Хоккеисты у нас классные, профессиональные. Этим они уже меня радуют, но не удивляют. А вот то, что пришло столько народу, то, что я увидел тысячи болельщиков, вот это совершенно замечательно. И это еще раз я убедился, что мы правильно выбрали Череповец для Кубка Вызова. Череповец окажется в центре внимания хоккейных болельщиков страны еще и в конце января. Матч Кубка Вызова, в котором играют лучшие хоккеисты молодежной лиги, может превратиться в настоящий праздничный уикенд. Работа по его подготовке уже идет. Нам нужно провести целый ряд встреч относительно проведения Кубка Вызова. Вот сегодня мы встречались с Сергеем Сергеевичем, с мэром города, с руководством хоккейного клуба, обсуждали все детали проведения Кубка Вызова. Хорошо, что выбрали наш город. Я считаю, что мы готовы не только инфраструктурно, поддержкой и болельщиков. Вы видите сегодня какой матч. То, что мы сегодня обсуждали, подготовку, оно нас не смущает. Я считаю, что Череповец готов, а будет готов еще лучше. Потому что мы хотим сделать не просто праздник открытия, а хотим сделать два дня. Не буду забегать, не буду рассказывать. Скорее всего, это будет игра ветеранов. Возможно, выйдут руководители правительства области, команды Северстали. Возможно, приедут Александр Иванович Медведев. И, конечно, хочется сделать два дня праздника для города. Открывал праздник еще один известный человек. Перед болельщиками выступил экс-вокалист легендарных групп «Автограф» и «Ария» Артур Беркут, написавший гимн Малоежной лиги. Мне просто предложили это сделать. Я никогда раньше этого не делал и решил попробовать. Но честно могу сказать, что было написано от чистого, от чистого сердца. Прям вот, ну, попер, знаете, вот как бывает. Ты садишься писать музыку, все. И вдруг нет, нет, ничего. А здесь вот просто вот под влиянием игры, игр всяких и всяких соревнований пошло. Артур так увлекся хоккеем, что, возможно, вскоре и сам будет принимать участие в ледовых баталиях. Я пытался несколько раз играть в хоккей, но у меня совершенно нет времени. У меня есть клюшка, у меня есть коньки, но нет возможности нигде тренироваться. Но я думаю, что в скором будущем я все-таки встану на лед и уже следующее выступление будет, наверное, с микрофоном на льду. Не с клюшкой, но с микрофоном в руках. А в матче открытия сезона «Алмаз» встречался с капитаном из подмосковного Ступина. Поначалу все складывалось для хозяев льда хорошо. Большое преимущество воплотилось в заброшенную шайбу. Первый гол чемпионата забил Илья Сизников. Однако далее, необъяснимая расслабленность, поставил «Алмаз» на грань поражения. Три пропущенные шайбы подряд. Благо, времени, чтобы отыграться, хватило. Сначала Хохлов сократил отставание и в счете. А в третьем периоде Яровой сумел воспользоваться ошибкой соперника и выровнял счет 3-3. Победитель определился только в серии после матчевых буллитов. В них удача вновь оказалась на стороне подмосковных хоккеистов. Итог 3-4 поражения «Алмаза», но первое очко в сезоне заработано. Второй матч в сезоне сложился для «Алмаза» так же очень непросто, как и первый. Соперником был подмосковный «Витязь». Спустя 4 минуты после первого образования череповщане уже проигрывали 0-2. Однако хозяева льда сумели переломить ход встречи, забросив три шайбы подряд. Сначала на последней минуте первого периода отличился Яровой. После перерыва по шайбе забросили Угаркин и Моисеев. Соперник летом вовсе не был сломлен. Гости уже в свою очередь смогли отыграться, после чего «Алмаз» поменял вратаря. Неуверенно, Михаил сыграл. Мы посчитали броски. 8 бросков за два периода из них. Три гола – это многовато. Поэтому решение было единогласное – заменить вратаря. Далее обмен голами продолжился. Купцов снова вывел череповщан вперед. Но гости реализовали численное большинство. Решающий гол был забит на 48-й минуте. Теперь уже «Алмаз» удачно разыграл лишнего игрока и Иван Цепнятов сделал победный бросок. В итоге 5-4 в пользу «Алмаза». Все бились, было тяжело, удалялись много, но смогли выстоять. Выполнили тренерскую установку. Все в общем хорошо, с первой победой всех. Много было сумбура. Хотя старались играть активно. Много атаковали опять. Очень рад, что удалось забить 5 шайб. Смогли перебороть себя. Такие-то моменты сыграли даже очень неплохо. Но опять же, много таких ошибок. Я их связываю еще с началом сезона, с тем, что еще не все вошли в тот игровой ритм, который нужен. Это была первая победа «Алмаза» в сезоне, а следующий матч череповецкая команда проведет 9 сентября. Череповец приедет в МХК «Химик» из Новоскресенска. Хоккейная команда «Северсталь» провела генеральную репетицию перед стартом в чемпионате континентальной хоккейной лиги на турнире в Санкт-Петербурге. Соперниками череповчан стали местные СКА и два новобранца лиги. Финский «Ёкерет» и хоккейный клуб «Сочи». Хоккейная команда «Северсталь» заняла третье место на последнем для себя предсезонном турнире в Санкт-Петербурге. Череповчане выиграли один матч из трех. Турнир в городе Наневе должен был показать готовность команды, а также выявить недостатки, которые можно было бы попытаться устранить в оставшиеся до старта чемпионата КГЛ-ни. Тем более была возможность сыграть почти оптимальным составом. Вернулись в строй после травм Анатолий Никонцев, Евгений Ковыршин и Адам Альмквист. И в первом матче удалось победить одного из фаворитов предстоящего чемпионата – петербургский СКА со счетом 3-1. Голевой дубль оформил чех Марек Квапил, который пока полностью оправдывает возлагавшиеся на него надежды. Я все-таки считаю, что большой вклад, не все игроки, но особенно, конечно, Штепанок. Я думаю, что Ислав Аркадьевич со мной согласится, вратарей сейчас очень дорого ценится. И вклад их, если их уровень высокий, процентов на 80. Если раньше говорили 50 на 50, то, по-моему, сейчас все 80 процентов зависят от игры вратаря. Кстати, Якуба Штепанока в итоге признают лучшим вратарем турнира. Впрочем, в двух последующих матчах Северстали с новобранцами КХЛ, финским Йокеритом и хоккейным клубом Сочи оборона Череповчан не радовала. В игре с финнами на последнем рубеже были дублеры Штепанока, а Северсталь пропустила 5 шайб. Причем 4 побывали в воротах Магарилова в течение всего 10 минут второго периода. Итог матча 2-5. У Череповчан отличились Чернов и Урубом. В заключительной игре турнира против Сочи уже Северсталь забросила 5 шайб, но сама пропустила 7. Вновь голевым дублем отметился Марик Вапил, а в составе Сочи 4 результативные передачи записал на свой счет небезызвестный Михаил Анисин. В итоге перед сезоном можно сделать вывод, что линия атаки у Северстали неплохая и сильнее прошлогодней. Кроме того, она еще и более ровная. Инициативу на себя может взять любая тройка. Что касается предсезонной личной статистики, то во главе списка как раз те, кого и приглашали на роль лидеров. Марик Вапил в 10 матчах забросил 7 шайб и отдал 4 голевые передачи. Следом Дмитрий Кагарлицкий, у которого 7 баллов, 1 гол и 6 передач. А вот дальше тоже примечательная тенденция. Те игроки, которым уже пришло время громче о себе заявить. 7 очков у Монса, 6 у Монахова, 5 у Чернова. При этом Павел Чернов забросил 5 шайб. 4 сентября чемпионат КХЛ стартовал в Северсталь. Первый матч провела на своей площадке. Соперником стала Торпеда из Нижнего Новгорода. Начало сезона в Череповце ждали с большим нетерпением. Бояльщики довольно плотно заполнили трибуны в ожидании интересного хоккея и, естественно, заброшенных шайб. Однако первого гола в новом чемпионате на Череповецком льду пришлось ждать долго – 55 минут. До этого шансов отличиться у хоккеистов было предостаточно. Дважды арбитрам даже пришлось прибегать к видеопросмотру эпизодов. Но нули на табло держались. Матч был равный, удалений было много, как у нас и у других. Реализация большинства сегодня подлила. Вот, самое главное. А как бы в равных составах играли одинаково. 5-4 будем немножко подтягивать. Я думаю, наладится все на следующей игре. Команды действительно очень часто нарушали правила. Победный гол был забит только за пять минут до конца третьего периода. Получился он довольно нелепым и обидным для вратаря Северсталя Якуба Штепанека. Вот гол гиберторпеды Иван Косутин против своей бывшей команды сыграл безупречно. Ну, наверное, удача была на нашей стороне. Забили такой сложный гол. Не игровой, можно сказать, просто наброс там. Случайно заскочила, но нам этого хватило для победы и слава богу. Северсталь пыталась спасти матч. Заменил вратаря по левым игрокам, но пропустила еще одну шайбу в пустые ворота. В итоге поражение со счетом 0-2. Здорово играл Череповец. Надо, конечно, должен отдать Череповцу. Здорово играл Череповец. Но мне своя команда не понравилась. И, конечно, мне не понравился, честно могу сказать, не знаю, новый правил или новый хоккей. Только жизнь начинается, а мы уже это выведем. Постараемся что-то предпринять, что-то сделать. Все играющие ребята. Тяжело, может быть, но трагедию делать не надо, поэтому постараемся вывести. Ближайшая игра с трактором покажет, насколько нам это удается. Уже в субботу Северсталь сыграет очередной матч на своей площадке. С соперником будет Челябинский трактор. Прямую трансляцию этого матча смотрите на канале 12 Череповце и 7 канале Вологни. Это все на сегодня. Снова поговорим о спорте уже через неделю. До встречи и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова